Библейский портал экзегет.ру представляет 20 глава книги пророка Иеремии в переводе Луки Маневича, я читаю ее для библейского портала Экзегет. Предыдущие 19 глав Иеремий занимался тем, что оскорблял религиозные чувства, занимался хулиганством, экстремизмом, провоцировал беспорядки. И я не шучу, ровно этим он и занимался, причем по прямому повелению Господа. Тот призывает его без конца говорить какие-то оскорбительные вещи, совершать какие-то шокирующие поступки. В предыдущей главе он должен был купить кувшин, и он это сделал, а потом разбить его на глазах у всех жителей, у ворот гончарных. Такое же совпадение гончарные ворота и кувшин тоже творение гончара. И сказать, что вот точно так же Господь разобьет этот город. Вот. Кому приятно это слушать? Слушайте, давно пора положить предел этому безобразию. Что в 20 главе и попытаются сделать? Священник Пашхур, сын и мэра, главный надзиратель в Доме Господнем. Ну, то есть, не сказано, что он первосвященник, но, очевидно, какой-то вот главный по безопасности, да, руководитель службы безопасности храмовой. Услыхал пророчество Иеремии, ну, наконец-то. До него дошло какие-то там беспорядки, что, кто, он толком не знает, ему, видимо, доложили. Его реакция. Он покаялся, да, вернул всем, что, кого награбил, перестал поклоняться языческим богам. Как бы не так. Есть способ более простой. Пашхур избил пророка Иеремию, посадил его в колодки в верхних вениаминовых ворот при Доме Господнем. А что такое колодки, да, наверное, все себе представляют. Это две больших таких вот колоды деревянных, выдолблены в них полукруглые отверстия, то есть, можно туда засунуть ноги человека, иногда руки, но чаще ноги, закрыть и на замок запереть, да. То есть, человек с огромной тяжестью на ногах не может не то, что ходить, он даже стоять не может, сидеть удобно не может. Он в крайне неудобной позе, это наказание, это унижение, да. Во-первых, там все затечет, ноги, руки, спина, если так долго сидеть. А во-вторых, это позорная такая демонстрация. Каждый проходящий может там плюнуть, ударить, в общем, человек почти не может сопротивляться. И посадил его в колодки у верхних вениаминовых ворот при Доме Господнем. Вот ты при Доме Господнем пророчествуешь, вот при Доме Господнем и посиди в колодках, а мы на тебя посмотрим. На следующий день Пашхур освободил Иеремию из колодок. Ну, все-таки голову не стал рубить, по крайней мере, сразу, так, превентивные меры. Иеремия сказал Пашхуру, Господь дает себе имя кругом ужас, а не Пашхур. Ну, имя Пашхур не очень понятно, есть какая-то, наверное, этимология, наверняка хорошая, как называют людей, детей, хорошими именами, чтобы у них вся жизнь сложилась. Вот кругом ужас, это, конечно, не то имя, которое хочет носить человек. Смотрите, Иеремия не пытается прибегнуть к мести, да и как он может отомстить на стороне того, вся сила военная, государственная, да и сила общественного мнения. Иеремия явно не сильно популярен в своем народе. Он может только сказать ему от имени Бога, что он и делает. Ибо так говорит Господь, на ужас я обрекаю тебя и всех, кто любит себя. На твоих глазах они падут от меча врагов. Всех жителей иудеи отдам в руки царя Вавилонского. Одних он угонит Вавилон, других убьет мечом. И все-таки это не личная претензия к Пашхуру, хотя куда как есть основание. Это рассказ о том, что будет со всем народом, и Пашхур всего лишь часть этого народа, он тоже в этом будет участвовать. Все богатство этого города, все его достояние, все ценное в нем, все сокровища царей иудеев, все отдам я в руки врагов. Они все разграбят, захватят и унесут в Вавилон. И ты, Пашхур, и все твои домочадцы, вы отправитесь в плен. Ты придешь в Вавилон, и там умрешь, там будешь похоронен. Ты и все, кто любил тебя, кому ты ложно пророчествовал. Вот одно из самых страшных наказаний. Это не только бедствие, но это бедствие, которое опровергает всю его позицию. Он-то уверен, что с Богом обо всем договорено, ничего не будет. Он увидит это своими глазами, причем и он, и все, кого он любит, и все, с кем он общается. Это падение всего того образа жизни, всей той идеологии, которая, наверное, тогда царствовала, и не только Пашхур ее разделял. Что Господь, конечно, нас защитит, а мы уж тут как-нибудь, как сами захотим. Вот дальше, в 20 главе, самый напряженный диалог Иеремии с Богом. И довольно-таки дерзкий. Вот Иеремия, я уже говорил, что он смиренный пророк, но совершенно не скромный. Смиренный в каком смысле? Он исполняет волю Божью. Но он не похож вот на таких, знаете, людей, которые глаз в пол и таким тихоньким голосом говорят какие-то елейные вещи. Он с Богом позволяет себе спорить. Кажется, у нас только пророк Иона это позволял, но не очень хорошо у него получилось. Еще персонаж главной книги Иова. Вот Иеремия в чем-то на него похож. Итак, обманул ты меня, Господи, я обманул. Одолел ты меня, ведь ты сильнее. Что это значит обманул, одолел? Они что, в какой-то игре принимают участие? Как может Бог человека обмануть? Обещал и не дал? А ведь, пожалуй, да. Ведь, пожалуй, когда Господь посылает Иеремию возвестить людям слово Господне, очень многие, Иеремия, может быть, сначала готова воспринять это как особую почесть, как какую-то великую такую награду, достоинство человека, какое великое, если он от имени Бога говорит. А на самом-то деле синяки да шишки сыпятся на него, а вовсе не награды. Обманул ты меня, Господь, и я обманул. Одолел ты меня, ведь ты сильнее. Ну, как человек может стягаться с Богом? День-деньской надо мной смеются, все надо мной глумятся, что ни слово мое, то стоны. Я кричу, насилий, грабеж, слово Господне мне приносит унижение, насмешки с утра до ночи. Ну, вообще-то да, мы уже это читали. И сказал я, напоминать о нем не буду, говорить во имя его не стану. Естественно, желание человека, он уже несколько раз его заявлял, но в такой более мягкой, завуалированной форме. А тут, да хватит все, не буду я ничего. Про Бога говорить, ничего хорошего из этого не получается. Все мы, наверное, иногда так чувствуем себя, когда отстаиваем что-то, что считаем важным. Ну, ничего не получается. Горя оно все синим пламенем, не буду я этого больше. Ну вот, синим пламенем горит. Ну вот в моем сердце будто огонь пылает, в костях моих струится. Удержать его я учился, но был не в силах. То есть, что-то внутри Иеремии все-таки заставляет его говорить. Вот этот огонь Божий, внутри него, он сильнее нежелания Иеремии создавать себе и окружающим проблемы. Слышу я в толпе пересуды, кругом ужас. Донесите, давайте о нем объявим. Те, с кем жил я в мире, ждут моего падения. Может, он в просаг попадет, и тогда мы его одолеем, за все отплатим. Мы представляем, да, себя городские улицы, Иеремия по ним идет и прям слышит эти голоса. Донесите на него, вот сейчас он ошибется, и мы как-то с ним расправимся. Какой это действительно жуткий способ жить, когда на улицах тебя пальцами тыкают и кричат вслед. Ну, со мной Господь, словно воин могучий. Вот смотрите, да, он говорит Богу, ты меня обманул, ты меня одолел, но ты хоть со мной. Ой, вот теперь что мне еще остается? Вот так и будет дальше. Потому гонители дрогнут, бессильны будут. Позором себя покроют, цели свои не достигнут, позор их вовеки не заботятся. Господь воинство испытует справедливость, сердце он видит и душу. Ну и дальше то, что мы обычно не очень любим в ветхом завете, но его там много. Пусть и вижу я, как ты отомстишь им, ведь тебе я тяжбу свою доверил. А почему не любим? Человек доверяет свою тяжбу Богу. У меня тоже есть претензии к некоторым людям, да? Вот мне кажется, со мной не всегда поступали хорошо. Я могу им отомстить, сделать гадость ответную. А могу передать эту тяжбу Богу, сказать, Господи, ну ты сам видишь, вот как ты считаешь нужным, так поступи. Вот Иеремий делает ровно это. Пусть и Господа, Господа славьте, ибо он бедняка спасает от рук злодеев. И тут же он выражает свою уверенность, что это будет не впустую. Но ему, конечно, от этого легче не становится. Проклят день, в который я родился. День, когда мать меня родила, да не будет он благословен. Иов очень похожий речи говорил в самом начале книги. Проклят тот, кто отцу принес известие. Сын у тебя родился и тем отца осчастливил. Ну, я не думаю, что он всерьез проклинает этого человека, он ничего плохого ему не сделал. Но, скажем, вот сама эта весть оказалась несчастной. Человек тут пусть будет подобен городам, что Господь разрушил, не зная жалости. Пусть он стон и слышит утром боевые кричи в полдень. Вот тут ты не прав, Иеремий, извините. Но он вот, его переполняют чувства, он уже начинает проклинать этого вестника. «Ибо он не убил меня в утробе, чтобы стала мне мать могилы, а утробы ее беременные вечно». Вообще-то здесь аборт описан. Иеремия жалеет, что не был абортирован. Вот чего мы только в Библии не найдем. Потому что честная книга. Ну, все знают, что христиане, кстати, любые традиционные верующие против абортов. Все это знают, но не нужно это пересказывать. А вот Иеремия за. Но мы же понимаем, что это не выступление за аборты. Да, не выступление за право женщины прерывать беременность, когда она захочет. Это крик отчаяния. Мне было бы лучше не родиться. Но облеченный в такую поэтическую сложную форму. А если из контекста вырвать, да, можно сказать, вот он считал бы аборт правильным. Ну, конечно, не это имеется в виду. Для чего я из утробы вышел? Чтобы тяготы видеть и горе, и дни окончить в позоре? И не слышит он ответа от Господа. Ну, продолжает наблюдать то, что происходит вокруг. Эта книга еще довольно печальна, потому что в ней мы видим трагедию пророка, который вынужден конфликтовать со своим народом, с его властями, с его священниками. И Господь, да, на его стороне, или точнее сказать, он на стороне Господа. Господь через него передает свои вести. Ну, ему-то каково. И в следующей главе мы еще встретимся с этим самым священником Пашхуром, который избивал Иеремию в этой. Следующая будет 21. Продолжение следует...